Ахаха! Ааа, деза! Деза! Привет, Страж! Ну что ж, вот и состоялся анонс нового аддона. Вернее, даже не то, чтобы анонс аддона, а полномасштабная презентация грядущего обновления игры, новых её версий, путей развития и платформ. Устраивайся поудобнее. Сейчас я, Джонни Лейни, расскажу тебе всё самое интересное и важное из той тонны информации, которой поделились с нами разработчики. Погнали! Захожу я как-то в бар, а бармен говорит мне, Дестани 2 мертва, а я ему, подержи моё пиво, ну и... Да, это правда было эпично. Трейлер появился в сети чуть раньше стрима, но впечатление это не испортило. Про его сюжетную составляющую чуть позже, давайте начнём с новостей, которые определяют путь дальнейшего развития Дестани 2. Во-первых, игру ждёт полноценный третий год. Начнёт его как раз дополнение Обитель Теней, которое выйдет уже 17 сентября. Что ж, традиции, в сентябре для Дестани выходят самые жирные обновления. С наступлением нового года, в смысле третьего года, система сезонов останется актуальной. Первый сезон будет называться Season of Undying, а в общей сложности их будет 4. Что касается платформ и способов распространения, уверен, что многие из вас уже всё слышали, но всё же. Во-первых, анонсирован кросс-сейв между PC, Xbox, PS4 и Google Stadia. Да, игра также теперь выйдет на платформе от Google. Обращаю внимание, не путайте кросс-сейв и кросс-плей. Разумеется, игроки с разных платформ не будут играть друг с другом, однако теперь игроки смогут перенести весь прогресс своих персонажей с одной платформы на другую. Ну что ж, теперь мне точно нужно собирать компуктер. Эксклюзивного контента для какой-либо из платформ, разумеется, теперь не станет. Всё для всех. Обидно, досадно, ну ладно. Но игроков с ПК мучает вопрос, где же? Где же теперь будет распространяться игра, если не в лаунчере Blizzard? А ответ есть. Destiny 2 переедет в Steam. Дополнение Обитель Теней будет продаваться только здесь. Предзаказ, кстати, уже открыт. Заново покупать ничего не надо. Вы сможете перенести свою версию игры из Battle.net в Steam. Кроме того, Банжи пульнули ещё одну бомбу. Free-to-play версию игры. Называться она будет Destiny 2 New Light. Получить её может любой желающий. В этой версии игроки получат бесплатный доступ к контенту первого года. Оригинальной Destiny 2, дополнением Проклятия Осириса и Военный Разум. Банжи обратили внимание, что так игроки, которые уже могут считать себя бывалыми стражами, смогут затянуть в игру своих друзей, которые всё не решались начать играть. Так, с новостями об игре разобрались. Теперь к новостям об игровом мире и дополнении. Разумеется, сейчас разработчики не спешат раскрывать все карты и говорят очень сдержанно обо всех деталях. Однако, даже из этого можно составить впечатляющую картину грядущего аддона. Во-первых, для игры в Обитель Теней наличие других дополнений не требуется. Как было понятно по сливам и по трейлеру, место действия дополнения — луна. Разработчики показали часть локаций. В основе — это тупо перенесённая луна из первой части. Халтурка, да. Но опять же, в Банжи заверяют, что луна стала в два раза больше. В смысле, её игровая зона. Не хочу ныть, но что-то подсказывает мне, что все эти увеличения размеров карты луны будут достигнуты за счёт новых подземных тоннелей, которых и в первой части на луне было просто уйма. Луна ассоциируется у игроков первой части с чем в первую очередь? Правильно, с Кротой и дополнением Dark Below, главным героем которого стала таинственная Эрис Морн. С тех пор её личность не стала слишком уж открытой. После того, как армия Красного Легиона напала на башню, Эрис никто не видел. И вот теперь она возвращается, чтобы предупредить нас об очередной надвигающейся из недр луны опасности. Кстати, если вам интересен лор и история Эрис, я делал короткое видео о ней года полтора назад. Там всё не так масштабно, как в последних наших лор-видео, но для общего понимания о персонаже полезно будет изучить. Ссылку оставлю в описании. С кем нам предстоит сразиться в глубинах адской пасти на этот раз? С кошмарами прошлого. Это старые боссы рейдов и сюжетных линий, например Крота, Атеон или Гоул. Вся эта компашка будет против нас, и вот, вроде как круто, эпично. А с другой стороны, использовать старые карты и пушки это одно, а заново воскрешать противостояние с противниками, которых мы уже не раз убивали, ну как-то дёшево это. Не поймите неправильно, но имея в своём арсенале такой пул из интереснейших монстров и противников, имея в рукаве домик лора высочайшего уровня, кормить нас одними и теми же врагами, хоть и под приправой интересной истории, мне такое не особо нравится. Надеюсь, что это не основная идея дополнения, и за всем этим всё же стоит некая мощная демоническая фигура из армии Улья, с которой нам нужно будет встретиться. Какой-нибудь бог войны или обмана, если вы понимаете, о чём я. Банжи также заявили, что с релизом третьего года игра сделает большой шаг в сторону РПГ составляющей. Перки, сеты брони, сочетание различных умений и классовых способностей, всё это получит более глубокую кастомизацию и простор для экспериментов. Каждая шмотка из сета будет давать больше возможностей для индивидуального создания билда. Кроме того, в игре появятся артефакты, по типу тех, что были в дополнении Rise of Iron в оригинальной игре. Они будут наделять персонажа необычными скиллами. Например, можно леща огру дать так, чтобы он отлетел. И я не шучу. Что про Гарнила? Про него всё так же мало. Дата пытался выяснить хоть что-нибудь у разработчиков в интервью, но они отвечали слишком общими фразами. Сообщили лишь, что плейлисты будут переработаны, планируют добавить некоторые режимы из первой части, и я надеюсь, что речь про Rift. А вот про испытания, о Sirius или 9, или кого-нибудь ещё, в новом сезоне ничего нет. Они не вернутся. Кстати, предзаказы уже доступны на всех платформах. В Steam, PlayStation Store и Microsoft Store. Такие вот дела. Большие новости. И я понимаю, что у вас осталась масса вопросов. Но инфа пока что вся, что есть. Так что, если хотите знать всё, подпишитесь на канал, вступите в нашу группу ВКонтакте, и будете знать всё как можно раньше. Спасибо за просмотр и счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!